приветствую уважаемые подписчики и зрители моего канала с вами андрей продолжаем проходить пространственные аномалии версия 4.1 ну что у нас так остался заданиях осталось заданиях переговорить ставридом да и коллекционер где создание получили от петровича до местного техника поискать фигурки 1 мастера вот и пока я не забыл давайте одну фигурку возьмем она находится вот здесь да и 5 в смысле руку он смотрите вот он псевдогигант здорово зверь слушай распутин а можешь мне отдать фигурку псевдогиганта что у тебя на спиной на полке стоит зачем тебе это фигурка нужна она ведь у меня не просто так стоит а антураж моего бара дополняет да и привыкли до нее сильно до меня петрович попросил найти фигурки всех мутантов что можно в зоне встретить а у тебя одна из них а он давненько прошло и у меня я уже отдать собирался за тут он уже тебя на поиске всех фигурок отправил в общем раз такое дело то забираем что-то другое на ее место поставлю фигурки гиганта да спасибо тебе большое спасибо отлично отлично так давайте посмотрим как она выглядит небольшая фигурка все это гиганты сделаны мастером что ранее проживал заставим довольно высокого качества с множеством мелких деталей надеюсь у тебя все в порядке но лютый наверное вряд ли насчет этих фигурок хотя он здесь по будет а подольше чем мы может уже что знает нет лютый он не хочет разговаривать так лысый тоже ничего не знает ничего не видел так ладно здесь у нас что место для сна нет нет а нет место для сна как раз таки вот отлично здесь если что будем спать вот ладно время на сколько 928 все понятно так детектор убирай и давай на второй этаж на крышу ох ты как все сделано смотрите с пулеметом да попробуй только подберись вы гляньте как оборудовали все нет не буду я с тобой говорить бойцы что надо покручь наших наемников я таких у себя в синдикате даже не видел вот я понимаю но эти ребята никогда в наемники не пойдут так 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 смотрите рпг ножи все дела ой ладно я не буду это нельзя быть таким есть какие то вопросы ко мне наемник ставрит это ты ставрит значит так слушай меня внимательно емник я наслышан от твоих в кавычках подвигах и поэтому не вздумай глупости глупость какую-то совершить больше поблажек не будет ты меня понял да не беспокойся после пережитого пузырей решил покончить своим прошлым устал я от всего этого ладно как себя чувствуешь загорелым и отдохнувшим у вас вот в обезьяннике прям как на курорте да ты прости за то что в клетке тебе заперли сам понимаешь было за что лютый поручился тебя и рассказал как ты помогал сталкерам в этой аномалии чертовой у нас конечно дела идут не так плохо но помощь такого человека как ты нам бы не помешала тем более что ты мне и моим ребятам жизнью обязан из лап бандитов вас вытащили так понятно ладно рассказывать что там у тебя очень неприятная вещь произошла как раз за день до того как вы объявились короче один сталкер убил другого перерезал ему горло они повздорили морду другом бить начали а после хромого мы нашли мертвым на его друг левша куда-то попал нужно найти наказать его но и где я буду искать ну далеко он уйти не мог даже боль того он все еще здесь на заставе в этом я уверен а вот где именно я тебе сказать не могу сам не знаю понятно постараюсь его найти так два друга найти и убить левшу вот так вот так бармен бармен это все понятно слушай ставри это отвечу на пару вопросов спрашивать что хотел расскажи я себе что-то конкретно интересует ну откуда ты родом к примеру родился славн городе ухо что на сахалине надеюсь знаешь где это про сахалин то да конечно знаю тустав на дальнем востоке недалеко от японии надо же откуда тебе занесло а чем ты там занимался до городок рабочий живет в основном за счет нефти газа да и древнем профессии место нашлось лес заготовки дарыбный промысел так что работ всегда хватало но меня самого детства приключение тянуло не мог я на одном месте усидеть в округе все города леса исходи исходи вдоль и поперек но мне было мало поэтому как только мне 18 лет стукнула я с радостью военкомат отправился моем случае это был единственный способ выбраться с острова и посмотреть на мир вот так вот ребят вот так вот на сахалине скажем так да вот эти чё говорит а в зон ты как попал я сам до сих пор не пойму то ли это была цепь случайности то ли зон сама меня за суда заманила привела в общем в армии себя хорошо зарекомендовал спортом с пеленок дружу так что даже два года спецназ для меня не были чем-то не посильным хотя концу афганской войны все же успел да только в боях почти не участвовал повезло потом по рекомендациям из штаба меня направили на профильное военное обучение пока учился обзавелся семьей детишек правда не было но она и к лучшему как оказалось после учебы меня по кризонам потаскали не до детей было а потом отправили чечню там я свою маришку потерял зачем дурак с собой и тогда взял ведь говорил говорили на бай что на базе опасно возможно нападение дудаевски боевиков а я идиот не уберег извини не хотел тебя ну не не думал что ты не хотел чтобы ты это вспоминал в общем-то прости если что да забудет моя вина мое прошлое мою крест мне с этим теперь до самой смерти жить может быть зона за это привела меня к себе как думаешь после перчинской много чего еще было всего и не рассказать но появление зоны я помню как сейчас такой переполох забыть невозможно никто в первые часы даже не понял что случилось реактор рванул или метеорит упал а может и вовсе война началась москве чуть не меньше киева всполошились тогда наши войска подговоренности отправились зону этот день я никогда не забуду зона постаралась я почти весь свой отряд из заштабных за штабных крыс потерял и вентиль надо было выяснить как аномалии на людей влияют ублюдки а нас даже никто и не спрашивал как мы серега и димка выбрались оттуда я и не представляю будто сама зону нас вела между аномалии а как только в штаб я вошел тому генерал сразу же промеж глаз зарядил хотел уже ствол из кабуры достать до меня повязали сидите вы мне сейчас далеко и долго если бы не друзья помогли мне из камеры выбраться а так ушел из лагеря а как ушел из лагеря то выбор у меня особого и не было либо в зоне попытаться выжить либо вне зоны попытаться существовать вот я и выбрал свой путь лучше пожить хоть немного зоне чем существовать всю оставшуюся жизнь дюймах да понимаю тебя интересная история домой то не тянет на малую родину ну значит первым вообще-то тянуло тем не тянуло не до этого было это сейчас зон уже более более менее обжитое куда не пойди на каком нибудь обязательно откнешься на кого-нибудь а тогда это вообще тут никого не было я хоть и боевой офицер ужаса за все время насмотрелся но когда на свои на твоих глазах нарушается все известные законы физики ты видишь как верный товарищ в нечеловеческих муках исчезает прямо в воздухе тут уж не до самобладания страх заменяется чувством но сноровку не пропьешь не пропьешь как-то все уже удалось мне выжить потом со временем когда опыта зоне поднабрался тогда и начали приходить мысли о будущем сейчас очень домой вернуться хочется повидать родителей если живы еще да на родные места посмотреть веришь даже готов пойти по трибунал если бы дали хоть денек на рудни провести эх да понял спасибо за информацию а что о зоне можешь рассказать ну спрашиваю поделюсь что знаю да вот с первого дня здесь меня один вопрос интересует правда говорят что зона постоянно расширяется а ты сам то как думаешь конечно правда раньше зона была гораздо меньше когда она только появилась ее границы находились находилась сернии нынешнего бара где точно тебе не скажу да никто и не скажет но судя по наличию аномалии зона начинала начинала с угроженных армейских складов и как быстро она увеличивается сейчас аномалий здесь довольно много неужели раньше меньше было хочешь верь хочешь не верь но еще год назад здесь в разы меньше аномалии было а пять лет назад в этом районе вообще не было ни одной аномалии военные тогда держали защитный периметр в районе нынешнего сильного блокпоста на свалке но потом зона начала увеличиваться не знаю почему это у каких-нибудь ученых спрашиваю может они знают почему это случилось что-нибудь по этому поводу увеличил зоны рывками при том без всякой на том причины это увеличение обычно сопрождалось выбросами раньше они крайне редко происходили раз несколько месяцев но с каждым годом расширение замедлялось а выбросы слабели но учащались теперь вообще каждый день гремит зато аномалии пока дальше кордона не видели ясно спасибо за информацию да долго мы с ним побеседовали конечно ничего не скажешь куда деваться здесь надо знать всех персонажей хотя бы что-то наводить связи так сказать нам это все пригодится тем более мы больше не наемники мы теперь обычные сталкеры знакомства нужны нам надо заводить так значит у нас два друга поговорить с распутиным это понятно и коррекционер найти коллекцию фигур мутантов еще нас просил зайти бармен какой-то у него разговор так слышу стрельбу но пока не пойду никуда привет наемник да давно я уже не наемник чё тебе надо-то да ладно бывшим не бывают меня тут все распутиным кличут а ты зверь верно ну допустим так послушай зверь я знаю что ставрит тебя поручил разобраться с левшой однако не мог он убить хромого они ждут за друга глотки могли порвать любому всегда вместе в рейли ходили да и вообще друзьями они лучшим были я такой крепкой дружбы еще не видал ну и что мне с этого на пьяную голову мог он и друга пререзать не впервые с таким сталкивать знаешь ли да не мог он не убить понимаешь ему даже по пьяни зверя тебе зверь я тебя прошу не убивали что сразу дай ему сначала объясниться возможно он сможет доказать свою невидимость но посмотрим по ситуации думаю что ты сделаешь правильный выбор кстати если захочешь подзаработать много денег то приноси мне на продажу части тел мутантов заставе это один из самых простых способов хорошо заработать думаю что ты знаешь какие начать этим особенно цены понял буду иметь ввиду давай значит части тела мутанта принимает а у меня какие вещи есть купишь но показать что там у тебя это пока ничего ну ясно он принимает только 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 части тела мутантов ладно ладно толку то с тобой разговаривать ну-ну-ну толку я повидал такого что тебе жизни повели ты не увидишь так а все я так понимаю на строительство радиоактивных осадков да на улицу похоже что выходить не стоит что там дождь идет до найти укрытие ладно переждем пацаны ну что ребят в принципе радиоактивный дождь уже закончился поэтому наверное сейчас отдадим фигурку технику и надо бы подумать куда этот левша мог бы смотаться после убийства своего друга вот вы как считаете я например без понятия ох ты его посмотрите ты ничего не чусь и ну-ка забираем обыскать ящик отлично так а тут у нас ничего нету до опрометчиво стал тюрьме попробуем найти этого левшу куда бы я отправился после убийства товарища так стрельба какая-то да куда бы ты отправился если после убийства товарища ты куда-нибудь ушел бы подальше на мы вас надо будет исследовать окрестности в свободное время да на собственно говоря у нас сейчас и есть свободное время давайте вот фигурки отдадим фигурку точнее первую я ки еще ведра мутова по поводу коллекции но что расскажешь удалось найти хоть какую-нибудь а я же перезагрузился сейчас секунду так по поводу коллекции фигурок нашел фигурку псевдо-гиганта отлично вот твоя награда наемник как договариваюсь это все или может тебе удалось искать еще что-нибудь да пока не удалось пока не удалось мне ничего найти так калашик наш калашик может быть давайте наверно отдачу уберем как раз сколько у нас там 400 400 но вот наши тысячи ушла чуть больше ладно давайте послата памятай добрый стреляет ой че и ствол говорить лыше усправе понял 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 тебя ну что надо будет пошариться по тайничкам местным на соответственно поискать фигурки все везде облазить мест здесь много локация новая для меня так что заняться есть чем вот и плюс надо искать этого левшу где он может быть я без понятия но для начала давайте знаете с кем познакомимся тут есть медик вот для начала наверное мы с тима познакомимся посмотрим может быть какое задание возьмем или может быть ему помощь нужна какая давайте заглянем к нему вот он ну вы как дети прямо опять дырка антибиотик ты за медикаментами или так поболтать слушай антибиотик а можешь фигурку химера что у тебя на столе стоит мне отдать извиняя но просто так не отдам другой разговор будет если ты за нее мне денежку предложишь вещь то эксклюзивная ну и сколько за нее хочешь а сколько за нее отдал но если нам отдаст даст 1000 техник за нее то я могу за нее только максимум 500 рублей дать давай 500 рублей мне что же навариться надо правильно это слишком малая сумма может предложишь больше но хорошо давай 1000 рублей всего штуку не отнаеме все равно маловато может быть предложишь больше денег тушь у меня сейчас мало денег ё-моё какой ты блин а так ладно по медикаментам у тебя стандартный все какой барыга блин ладно даже не буду слива не болей не буду с ним торговаться потом подумаю что что и сделать так а здесь больной лежит ясно интересно все так сделали нам так что дальше у нас по плану но если убийство было недавно то может быть вот сюда в отстойник побежал наш наш левша как вы считаете на киев щелкаться здесь есть так это что у нас аномалии адский круг панский хутор стройплощадка аномальная роща металлургический завод здесь вообще территория непонятная да короче неизвестно давайте пошаримся ради интереса посмотрим что у нас здесь да ну здесь радиации лупит дай боже свалка какая радиоактивная потому и от стойник все правильно он гляньте я тут потом еще не выберусь капец видимо сюда все радиоактивной что ли скидывали непонятно блин ну какая локация интересно вообще вот прям ходи и ходи изучай и изучай да ребят ну для меня это первое прохождение соответственно я конечно буду все исследовать все смотреть по понятным причинам так так а здесь куча аномалий всяких ну-ка давайте детектор может сейчас что найдем да не похоже да да судя по всему нифига я здесь не найду ладно паузе так вот наткнулся на каких-то сталкеров давайте спросим у них что тут у них как дела кто такие что здесь делают прикольный у него камуфляж да так здесь все закрыто здесь аномалия станок какой-то так ясно здорово мужики так а по торговле что у вас ничего паша индейец так хочу у тебя кое-что спросить здорово наемник как жизнь что кто бы мог приложить работу без понятия так а ты наемника перехватишь чего-нибудь слышал это же говорит спецаки вояки нет это мы уже слышали спасибо я эту историю уже слышал так а дружище твой чё скажет работу знаешь кто может предложить не знаешь а что-нибудь интересное я что думаю даже не то что думаю так прикидываю а вдруг все то что здесь есть это эксперимент какой-то над людьми ну это ребят на паузе кому если интересно можете прочитать суть этой легенды в том что может быть здесь проводится какой-то эксперимент да зон это все такой знаете полигон для эксперимента и какие-то инопланетяне сидят там и наблюдают за нами артефакты это вообще не артефакты а просто бомбы какие-нибудь растащат сейчас по всему миру потом так рванет нафиг и все вот такая вот интересная теория смотрите что нашел фигурка контролера отлично еще одна фигурка так и того три да мы с вами нашли одну бармена одна сейчас находится у медика который барыга та еще не хочет нам ее дешево продавать но куда деваться ладно найдем все мы с вами отыщем все найдем решеточка не открывается нифига что жду туда в укрытие там аномальные осадки пошли придется переждать ну пойдемте с пацанами посидим так а если совсем все плохо да а что за аномалия просто нигде никаких тайничков ничего нету место интересное нет ничего нет пацаны ладно посидим подождем тогда пока дождь закончится ну вот и кончились наши радиоактивные осадки ладно давайте дальше сейчас прогуляемся по округе посмотрим поищем эту левшу если по слухам он не должен был далеко уйти но что-то мне как-то не верится мне кажется вообще может быть ушел с этой локации но сюда в одном случае пришли не зря нашли фигурку опять таки все в пользу да нам фигурка контролера вот это раз вот и потом кстати говоря здесь вот дерево мы так вот никак не заберемся на наверх то так здесь ничего нету здесь ничего нету а наверх мы не заберемся никак нет похоже что да не заберемся пацаны не заберемся ладно 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 так это что давайте вот сюда сходим ё-моё так по-моему слышал снорков ага да где то где то есть не вижу только где а а вот где они фиг узнает да ё-моё вот попал то так так радиация так здесь ничего нету и здесь ничего нету а вот здесь есть что-то короче ребятки тайничок псевдо собака и находится он вот здесь имейте ввиду еще одна фигурка отлично так дальше так здесь у нас блин тумант какой поднялся а вот что ты будешь делать это что стройплощадка так машиночка машиночка вот вот вижу ой сколько их тут вообще много офигово попал я эти блин до последнего да так все готов обыщем да потом отдадим части тела бармену бармен говорил что хорошо заплатит за них ну идите идите ну 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 какой ты будешь не попадешь тебе нифига а готов все отлично отработали так смотрим на предмет наличие тайников посмотрим что здесь где что есть блин еще один где не вижу а ну пусть пистолетик отработать получится мимо мимо целя ладно не будем испытывать судьбу возьмем возьмем стволецкий наш куда это он там ага понял блин так все патроны уйдут на этих сволочей а ну ладно чё я думаю патроны окупим да пацаны по крайней мере попытаемся так это что давайте здесь тоже все обыщем посмотрим что здесь есть чего здесь нету на предмет наличие тайничков так две фигурочки мы нашли фигурочку так там у нас химер значит у медика кровосос у техника псевдогиганта мы тоже нашли так кровосос и псевдо собака но еще полно мутантов искать собственно говоря вот знаете что самое интересное вот в моде да модификация вот это реализовали вот эти фигурки а вот в продаже я нигде такого подобного ничего не не попадалось мне я бы конечно с удовольствием купил как сувенир представьте такую фигурку все на собаке ну так чисто сувенирные да прикольная штука так ну здесь похоже что ничего нету да хотя странно такое место наверное что то должно быть просто я не вижу ну давайте на всякий случай я здесь еще полазим так ну в общем то больше ничего я тут не нашел ну да ладно ладно так вот мужики у нас стоят смотрите в экзоскелете так а ты кто привет сынаемник ты по какому делу ко мне зашел да да просто есть какая-нибудь работа у тебя нету а как ты думаешь конечно есть причем работа не пыльная нам для сдачи ученым заказа не хватает шесть хвостов слепых псов буду очень признателен если поможешь хвостами возьмешься да конечно возьмусь почему нет ну и отлично за награду не беспокойся заплачу приличную сумму за выполненную работу понял пойду я давай давай так ну здесь у них хорошо они устроились такое знаете от выброса в принципе хотя кто узнает наверное не убережешься здесь да шибанет мало не покажется так ладно все ясно все понятно все здорово замечательно здесь фонит жесть как рюкзачков здесь я никаких не нахожу так ну предлагаю наверное отправиться отправиться обратно сюда на северный хутор так вот и северный хутор давайте отдадим фигурке и наверное все таки договоримся с медиком по поводу ну не знаю сколько он там просит за эту фигурку потому что 500 рублей я ему предлагал 500 рублей он не взял нифига барыга та еще ну ничего по моему это понадобится ему помощь мы с него туда сдерем три шкуры однозначно давайте сразу подойдем к нему посмотрим сколько он хочет что то ты бледный может укольчик сделать так ну что химеру то продашь мне за 500 рублей это слишком малая сумма может быть предложишь больше ну давай тысячу всего штуку нет наемник все равно маловато может быть предложишь больше денег хорошо полторы ну так и быть за полторы штуки продам тебе ее давай сюда деньги вот держи а вот твоя фигурка смотри не потеряй ее эксклюзивная вещь все таки другой такой во всей зоне не сыщешь и на том спасибо давай бывай барыга блин тебе это я еще припомню сейчас мы получится за тысячу сдадим а отдали полторы на пятихатку в минусе ну ладно благо у нас есть еще фигурки которые покроют эти расходы ну что апгрейд шеремонт держи забабахаем всю эту собаку сыне изоляцию держи контролера и держи химеру все ох смотрите как он их разложил да интересно вот химера контролер все здесь так что нам еще псевдособака он всех мутантов сказал псевдособака получается еще нужна снорк так кто еще ну полтергейст я не знаю есть здесь нету ну и пока вроде бы все псевдособака не знаю считается не считается но может быть считается так ну и куда же у нас мог уйти левша говорят ушел неподалеку хорошо а водки какое-то здание давайте сюда зайдем посмотрим что там да в общем то здесь ничего и нету просто деревья и вот разрушенный домик ну то есть ни о чем как бы ну давайте посмотрим все здесь разрушено то вещков тоже не видать где че искать то непонятно ну вот как то так кажется вроде далеко бежать на самом деле нифига все рядышком так что как то вот так вот вот такие вот дела надо подумать так аномалии адский круг и пьяпанский хутор да здесь мы с вами были в отстойнике ничего интересного не нашли так ладно так бегал я бегал а сюда то я не заходил между прочим смотри тут какая-то казарма ё-моё так подвальчик пусто да нифига нету ну ладно так а здесь что у нас так рюкзачок ну это понятно это не активно это мужики здесь оставили а а косой а что что тебе надо женщина ты кто вообще ты кто дурочка твою мать ты чё пьяный что ли эээ так надо хе-хе чего смеешься да так шутку вспомнил эх надоел все может тебе помочь чем ну помоги тогда давай выпьем нет не пью я бросил это правильно а я выпью пожалуй ты с чего пить то начал а а что разве обязательно повод нужен да нет но в своем случае точно есть причина то у пьянца давай расскажешь что тебе случилось да глупо все это как то вышло пришли мы сюда с Сашкой давно давно еще одни из первых Сашка вообще все вокруг как свои пять пальцев знала их ну и что дальше было да как то поссорились мы с ним из-за пустяка поссорились то ну вот он это решил короче сам в рейд пойти а я на базе остался так и не вернулся Сашка я его потом долго искал но нигде найти не мог а недавно я его увидел точнее то что от него осталось да уже ничего не вернуть а тебе лучше брось спить да я понимаю может мне помочь можешь мне помочь дружище Сашку то я среди зомби видел он же тоже таким стал наверное где то в поле этого как его в излучение это гадское попало вот ему мозги и расплавило упокой его душу а не могу я ведь как друг мой и другие хорошие парни страдают и сам им помочь не могу рука не поднимается ну ладно не переживай я твою просьбу выполню вот спасибо а я тебе этого не забуду зомбирный на кладбище это недалеко от базы я тебе метку скину скидывай метку я пошел так отлично давайте посмотрим нет ли нигде здесь фигурок так это что ящик пустой так здесь у нас тоже все пусто книжки какие-то документы таблички ну тут у них так уютненько так это здесь мужик спит да будет не будем пойдемте пусть храпит вот и нам дали метку на на кладбище да упокой душу вернуться к косому а чё это пострелял что ли кто-то их в чем дело то не могу понять ну-ка что там какие новости я избавился от данного друга и других зомбированных на кладбище ох ты это хорошо спасибо тебе мужик выручил держи его от меня за ствол спасибо дам тебе совет бросай пить косой друга ты своим пьянцам все равно уже не вернешь что-то получается помните стрельба была по-моему кто-то зомбированных этих уже порешил что ли или чё потому что задание это обновилось выполнилось так он мне дал дробовичок интересно так вот ребятки где зомбированные обитают меточку я все-таки получил давайте выполним этот квест как подобает похоже что пристрелили надо будет исследовать окрестности в свободное время давайте посмотрим как у нас получится с этой что там за зомбаки неплохо что быстро пропадают а нет не быстро вот появилась отметочка вот сюда мы сейчас с вами направимся давайте посмотрим как это все у нас выглядит кладбище все дела понятное дело так аномалия какая-то ага вот они смотрите ёлки-палки эти зомбари меня привалить так могут конкретно кстати вон смотрите какой проход а ну вот видите сразу стал сталкеры их отключаются собственно говоря ну-ка швырнем да недалеко вот ты швыряешь гранаты совсем недалеко так да видите сталкер сразу начинает реагировать видимо они их и убрали а нам оставалось только награду получить да а убивает здесь нехило чувствуете да здоровье то как у как падает ну вот как то так вот выполняется этот квест собственно говоря ладно ребятки хотя бы посмотрели да но тем не менее дробовик прикольненький да смотрите спас 12 как раз таки против мутантов у нас там задание появилось хвосты надо срезать вот мы потом и отстреляем вопрос только где бы нам купить патронов как вы считаете ставрит продает нет так ну этот точно не продает а ставрит фигу знает а больше торговцев я здесь особо особо так и не видел в принципе то ну-ка нет не продает да ребятки плохо дело плохо надо искать торговца конкретного причем так хорошо значит у нас время 14 21 куда бы с нами куда бы нам с вами еще отправиться может быть вот в аномалию аномалия адский круг давайте сюда сбегаем посмотрим что там быстренько аномалия адский круг так так вон там сталкер пошли так детектор достаем наверняка здесь есть чем поживиться так у меня голод давайте колбаски намахнем мужики он уже пошли по артефакты смотрите какая странная аномалия да жгет жгет здесь не слабо но артефактов нету пацаны нету артефактов мужики пустые прошли ничего не нашли так есть вот еще это что такое у нас панский хутор ну давайте нам все равно этого левшу искать правильно так давайте оглядимся что у нас в принципе есть о смотрите сколько собак да вы это там что беспокоитесь то а ну-ка давайте собачек постреляем ох так хорошо работает с этой с этим дробовичком а пацаны во и мужики немного мне помогли спасибо мужики у меня хвосты нужны позарез во отлично вообще супер дробовичок то как рулит вообще ништячок пацаки давно такого не было так сколько у нас там уже во все шесть хвостов раздобыли и плюс популяцию собак истребили а то они тут развелись блин да развелось собак нерезаных так что у нас здесь здесь у нас ничего ничего вроде бы нет так что вот это за подземный ход так тоже ничего нет но очень радиоактивное место блин аж это давайте кровотечение во первых остановим чуть прям в горле не пересох водички выпьем и здоровье подправим потому что подрали блин крови много потерять и пить хочется сами понимаете здесь аномалия ох ты сундучок ну-ка ничего си фигурка снорка отлично пацаны отлично вот еще одна фигурка снорк так кто там еще раз остался псевдопса нашли снорк полтергейст наверное еще остался не помню уже но насобирали достаточно псевдособаку наверное да надо найти ну ладно ребят мы продолжим уже следующей серии эту я предлагаю заканчивать комментируйте ставьте палец вверх если вам понравилось данное прохождение и подписывайтесь на канал до новых встреч всем пока пока